Мы находимся перед базой подразделения нацистского подразделения АЗОВ в поселке Урзув. Идем сейчас протоколировать и выяснять, что здесь происходило. Здесь у нацистского подразделения АЗОВ недостатка в боекомплекте не было. Передо мной патроны 12 мм для пулемета, дальше для 30 мм, для БТР. Ну а здесь, как мы видим, мины. А в руках у меня номера машин, которые пользовались люди из подразделения АЗОВ. Как мы видим, это номера Европейского Союза, в том числе Польша и другие страны. Кто именно здесь был из этих стран, еще придется определить. Вы видите эту надпись «Полк, который перемая», то есть полк, который побеждает. Это про полк АЗОВ. Я думаю, что то, что отсюда они бежали, бежали без боя, и то, что они заканчивают свое существование сейчас в Мариуполе, достаточно красноречиво. Этого человека мы тоже знаем. Это Белецкий, один из заслователей АЗОВа. Фашист, сторонник превосходства белой расы, сторонник превосходства украинцев надо всеми. То, что было сделано под его руководством, убийство, пытки, издевательство над людьми, стоит того, чтобы он был одним из главных военных преступников. В этом помещении была столовая нацистского подразделения АЗОВ. Ну, а здесь они отдыхали, здесь бильярды. А то, что мы видим за моей спиной, надеюсь, говорит само за себя. Здесь фотографии фашистов из Галичны, других подразделений немецких. И фотографии того времени, и надпись «Украина понад усе», то есть «Украина превыше всего». Это перевод немецкого. Перевод с немецкого и полный аналог фашистского «Deutschland-Juberallis». Вот здесь, вот под такие фашистские плакаты с фашистами, вы видите, немецкий автомат. Вот под такие плакаты и отдыхали фашисты из подразделения АЗОВ. АЗОВ.